Друзья, всем привет! Меня зовут Иоанн. Это вторая часть выпуска Слепой Альпинист, где я хотел бы более подробно рассказать о том, как нам с Димой удалось совершить восхождение на вершину Казбек. Высота 5033 метра. Это одна из знаковых вершин России и Грузии. Напомню, что Дима Богданов это абсолютно слепой участник, с которым я на протяжении четырех лет реализовывал проект восхождения на высочайшие вершины России и мира. В первом выпуске проекта Слепой Альпинист вы узнали подробно о том, как начиналась данная история, как зарядилась идея и как мы восходили с Димой на первую вершину, на первую его вершину, на вершину Акт-Ру. После Акт-Ру мы поднялись в тандеме на вершину Эльбрус. Дима стал первым слепым человеком, кому удалось в тандеме, без посторонней помощи, взойти на Эльбрус. И вот после Акт-Ру Эльбруса у нас появилась идея, я предложил Диме более спортивный маршрут, пойти на вершину Казбек по северному маршруту. Этот участок является более сложным, более спортивным и, наверное, более техническим. И вот в этом выпуске я в деталях расскажу о восхождении на Казбек. Данный выпуск будет интересен не только тем людям, кто следит за проектом, но и в целом всем тем, кто собирается пройти по данному маршруту, зайти на Казбек. Маршрут очень интересный, сейчас вы подробно все узнаете. Наше путешествие на Казбек началось из города Владикавказ, куда мы прилетели на самолете. И уже от города Владикавказа на микроавтобусе мы выдвинулись в деревню Кармадон. Деревня Кармадон находится в Кармадонском ущелье. Дорога до деревни занимает около 50 минут. И проходит по трагически известному месту, где много лет назад погибла команда Сергея Бодрова. Приехав в Кармадонское ущелье, необходимо было получить погранпропуска, так как восхождение на Казбек с севера находится в приграничной зоне. И необходимо обязательно иметь пропуск. Мы выписали его на группу по факту прибытия. На это ушло около часа. И уже у деревни Кармадон началась активная часть нашего пути. Хорошо, что в принципе там первые километры еще можно вещи забросить, тяжелые продукты на автомобиле. Мы так и сделали. Первых 2-3 километра прошлись налегке. И потом уже встали по тяжелые рюкзаки и вышли на основную тропу. Надев рюкзаки, мы вышли на маршрут. Первый участок пути проходит вдоль реки Геналдон. Слева идет большая горная река, справа тропа. И необходимо было нам дойти в первую очередь сначала до верхних ванн, до горячих источников. Это порядка 9 километров. Но так как мы вышли в этот день довольно поздно, после обеда, мы маленько не успели дойти пару километров и разбили лагерь на одной из площадок. Разбили лагерь, поужинали, все познакомились, потому что не все были знакомы с Димой, с проектом. Познакомились и легли спать. Был такой насыщенный день. Размяли свои плечи по тяжелыми рюкзаками. В общем, мы стали отдыхать. На утро, проснувшись, мы продолжили путь. И через пару километров дошли непосредственно до горячих источников, горячих ванн. Они находятся на высоте ориентировочно 2300 метров. Они занимаются тем, что температура воды, как я уже говорил, 60 градусов Цельсия. В них можно купаться. Говорят, очень полезно делать такие небольшие 10-минутные процедуры. И, в принципе, вот эти ванны, они являются таким базовым лагерем на маршруте. Там базируются многие команды. И, конечно же, вот эти ванны являются, наверное, одним из самых приятных локаций на маршруте. Не считая, безусловно, вершины. В них очень комфортно. Можно, как говорится, ополоснуться. И, конечно же, вечером, когда на тобой большое красивое звездное небо, ты лежишь в этой ванне, пьешь чай. Ну, такой максимальный релакс. Всем рекомендую, но по-другому и никак. Проходя мимо ванн, не знаю людей, которые туда не пробуют залезть. Далее до ванн мы сделали дневку. Там день отдохнули и на следующее утро вышли на следующий участок пути. И он стал уже более сложным для Димы. Потому что дойти до ванн было Диме несложно. Там хорошая широкая тропа. Но после ванн маршрут резко меняется. И уже буквально через 5 минут от лагеря находится такая первая трудность. Особенно для Димы. Для нас, как говорится, проблем-то нет. Это пересечь горную реку. Хорошо, что там в сезон есть металлические троса, что очень удобно. Поэтому, одев обвязки, взяв все же запасную страховочную веревку, мы стали осуществлять переправу. Сначала перебросили рюкзаки, после стали перебираться сами. Для Димы это был первый опыт пересечения горной реки по тросам. Конечно, он очень волновался. Напомню, Дима тотально слепой. Он ничего не видит, только ощущает, может ориентироваться на слух в том числе. В общем, Дима и со страхом, пусть, но прошел этот участок благополучно. И вот после реки начинается такой довольно сильный набор, быстрый набор высоты по морене. И в этом море она вся усыпана большими камнями, булыжниками. Там порой в человеческий рост, где нужно по ним прибираться, правильно ставить ногу. И Дима, конечно, здесь избил все себе ноги в кровь. Ему было очень больно. Он очень сильно ругался. Это был похожий участок, как на Акт-Ру. В предыдущем видео я рассказывал о восхождении на вершину Акт-Ру на Алтае. Но здесь было все же сложнее, потому что участок был более длинным, более протяженным. Именно каменистый участок. И Дима там изрядно, скажем так, подустал. Пройдя вот эту морену, мы вышли к леднику, к леднику Майли. Ледник является открытым. И в конце сезона не представляет собой каких-то трудностей. Все трещины видны. Вот, в отличие от Акт-Ру, где в Акт-Ру, как вы помните, у нас было падение в трещину. Мы ночью распутывали закрытый ледник, где трещины не видно. Хорошо, что на Казбеке ледник открыт. И мы без труда его прошли. Безусловно, надели кошки, встали в связку и потопали. На ледник мы потратили около часа, полтора. Довольно быстро мы прошли. Прошли, и вот после ледника уже сняли кошки. И начинается очень крутой подъем по контрафорсу пика ОЖД. Этот подъем опасен, в принципе, то, что там есть куда лететь. Но, помимо этого, он опасен и большим риском, колоссальным риском камнепадов. Особенно, если впереди тебя идет какая-то группа. Много живых камней, крутой участок, много сыпухи. Ну, что-что, но вот Дима, конечно, не ожидал. Он знал, но не ожидал, что будет так круто. Вот, и мы потихонечку, мы довольно долго проходили вот этот участок до высоты 3200 метров. Там был наш промежуточный лагерь на контрафорсе. Есть небольшое место. Вот мы там весь день с Димой шли. Было очень ему тяжело, контролировали каждый его шаг. А у Димы, вот вы увидите, у него, как и у всех, большой тяжелый рюкзак. В этом плане мы шли максимально спортивно. То есть, вещи Димы никто не нес. Мы шли все наравне. Вот, это тоже, скажем, один из принципов проекта. Что Дима сам проходит участки пути, да, то есть физически сам. Понятно, я его где-то страхую, но в целом физически я ему никак не помогаю. Только психологически и в рамках страховки. Дошли мы к вечеру до высоты 3200 метров. Кто будет по этому участку идти, кто не знает, имейте в виду, там нет воды. Вот, воду нужно набирать на леднике. Точнее, там есть вода, но она находится ниже лагеря по очень неприятно крутой сыпухе. И вечером она и утром перемерзает. Поэтому нужно, если вы приходите днем, успеть эту воду набрать. Мы это успели сделать, но соседняя группа воду набрать не успела. Нам пришлось поделиться водой, выручить товарищей. Ну вот, на высоте 3200 мы разбили свой промежуточный лагерь на контрафорсе. Потрясающая ночь. Здесь мы увидели в максимальной своей красе большое звездное небо над Кавказским хребтом. Очень красиво, атмосферно. Посидели немножко, попили чая вечером и легли спать. На следующий день нам предстояло пройти еще более сложный участок. Проснувшись, мы вышли на маршрут. Сцепухи стало еще больше. Уклон стал еще круче. Появилось больше ответственных участков. И риском непада еще больше возрос. И здесь мы попали в неприятную ситуацию. Выше Димы поехал большой камень. Не знаю, почему он поехал, но так получилось. То есть выше Димы едет камень. Потихонечку начинает ехать. Задевает его руку. И он каким-то чудом, ему удается увернуться. Камень падает под ноги. Под ноги срывается пуху. Начинается грохот в ущелье. Летят очень много камней. Ну, Дима потом 30 минут отходил от этого стресса. У него тряслись руки. Я стоял вот так, получается, одна нога впереди. И держался двумя руками за скалу. Ну, вот это громадное. И он поехал вот отсюда. И ударил мне ведро в ногу. Ногу развернуло, и он дальше поехал. Жесть. Я был, что он думал, что я сейчас за ним поеду. Поэтому я и начал колбасить сразу уже. Хорошо, что я это предвидел. Возможный риск таких историй. И мы все группы пропустили вперед. И, соответственно, когда пошел камнепад выше нас, там ниже нас уже никого не было. Вот. Это, соответственно, ну, важный момент. То есть никто не пострадал. Но Дима очень сильно испугался. Для него это был такой первый опыт. Такого камнепада, на который мы попадали в камнепад. Ну, там были мелкие камни, которые тоже опасны, но они были мелкими. Здесь поехал большой камень, вызвал большой камнепад возле нас. И Дима, конечно, сильно испугался. Примерно после обеда мы дошли до высоты 3500. Это очередной лагерь. Так называемая стоянка у креста. Довольно много площадок. Дошли до лагеря. Дима сильно измотался. Поставили палатки. Ну, как бы и стали отдыхать. На следующий день предстояло нам дойти до уже штурмового лагеря. Тропа была получше, но влиял фактор высоты. Потому что высота уже там за 4000 метров. И пусть хоть тропа была неплохая. Ну, как неплохая. Для нас, альпинистов, она была хорошей. Да, то есть, в целом, возможно, для зрителей, кто не ходит в горы, она покажется такой прям тропой. Но, тем не менее, тропа была хорошая. Но был фактор высоты. И Диме этот участок сильно тяжело удался. Последние метры, последних, наверное, 100 метров до лагеря, до штурмового лагеря, до высоты 4200, Дима шел час. То есть, он час шел, там, последних 100 метров. Ему было очень тяжело. Напомню, что этот проект, я часто говорю о трудностях, да. Но это осознанный выбор. В первую очередь, Димы, да. Вот моя роль, помочь ему реализовать его мечту, взойти на высочайшие вершины России и Европы, путь через трудности, через преграды, порою опасные для жизни. Вот, потому что движение слепого человека в горной местности, где есть большое количество рисков, ну, это непростая задача. Приходится постоянно быть с Димой рядышком, контролировать каждый его шаг, предвидеть какие-то моменты нештатных ситуаций. И вот к концу дня очередного Дима с трудом дошел до штурмового лагеря, откуда уже нам предстояло выйти на финальный штурм вершины. Важно понимать, что до этого слепые люди на Казбек тоже не ходили, да. Мы были такими первопроходцами. Ранее не было слепых восходителей, не было где-то, где можно подглядеть, да, посмотреть опыт других людей, слепых о прохождении этого участка, пути. Поэтому мы опять были первопроходцами в этом плане. Вот, уже там на своем опыте узнавали определенные моменты, участки, о том, как Диме их необходимо проходить, ну и так далее. Разбив лагерь, Дима завалился в палатку от бессилия, а уже ночью нам предстояло выйти на финальный штурм вершины. То есть ночью, в 3 часа ночи, выйти уже на штурм Казбека. База в лагере находится на высоте 4200, это уже зона снега. Вот, и имейте в виду, если пойдете по этому пути, там можно попасть в большой снегопад, должны быть хорошие снегоустойчивые палатки. Вот, такое важное замечание. Мы неплохо переночевали, только у одного участника сильно болела голова, но в остальном вся команда прошла хорошо акклиматизацию. В целом мы были довольно спортивными, Дима себя чувствовал тоже хорошо с точки зрения акклиматизации, физически он, конечно, был уже максимально измотан. К этому дню, это был где-то шестой день восхождения. И мы вышли на штурм Казбека. Вышли в 3 часа ночи, встали опять в связку, одели кошки, там начинается снежный участок пути. И маршрут, вот последний переход от штурмового лагеря до вершины, он технически не представляет из себя трудности, но там есть тоже риски. Во-первых, это уже закрытый ледник, там много трещин, и можно найти трещины. Довольно легко, какие-то мы видели, на кадрах тоже это продемонстрирую. Бывают там очень большие трещины, то есть которые там перерезают всю тропу. Но помимо риска трещин, там важно понимать, есть риск лавины. Особенно в мае, в июне, в начале сезона. Мы шли, напомню, в сентябре, в середине сентября. Это были уже даже, на штурм мы шли в 20-х числах. И, конечно, снега было там немного, да, по толщине, и риска лавин не было, но, тем не менее, имейте в виду. Здесь тоже вот можно посмотреть очень красивые кадры, да, как наша группа идет в связки, рассвет солнца, и вообще вот этот рассвет в горах, рассвет на штурме, он очень эмоционален для людей, да, то есть он пробивает там до мурашек, очень красиво, и, конечно же, тревожно. Особенно для нашего участника. Вот, это уже, ну, Дима, да, была уже там высота ближе к 5000 метрам, да, перед вершиной, и чувствуется уже одышка, да, хоть и рюкзак уже легкий, там только термос и перекус, но уже фактор высоты он есть на Казбеке. Вот, чувствуется такая одышка, хорошее кардио. Ну, что говорить, тяжело было там моей команде, ребятам, тем не менее, ну, как бы нелегко. Ты, там, к шестому, к седьмому дню уже уставший, и идешь уже на штурм. К примеру, на Эльбрусе такого нету. Ты, там, ну, если идешь по классике, не север, а с юга, там, как бы, канатная дорога, вот здесь канатной дороги нету. Да, на Эльбрусе больше фактора высоты, Казбек все же, что там, ну, 5 тысяч, там, 33 метра, это невысоко. Сильный, там, ну, горной болезни ты не встретишь, там, на шестой день уже организм проходит акклиматизацию, но, как бы, дышится хорошо, поверьте. В первые половины дня мы вышли на вершину. Была хорошая солнечная погода. Все были очень счастливы. Счастливы за Диму, в первую очередь, потому что каждый из участников команды был, скажем так, свидетелем, да, данного проекта. Дима, ну, опять, да, то есть, конечно же, шел на последних, на последних таких издыханиях, да, до вершины было ему тяжко, непросто, вот, но такими семимильными шажками он дошел, и Дима стал первым слепым человеком, которому, в том числе, удалось зайти на вершину Казбек, и не по южному пути, да, не со стороны Грузии, который является более легким, а со стороны России, да, с северного пути, в таком спортивному участку. Казбек! Сегодня 22 сентября, мы с Димой Богдановым на вершине Казбека, высочайшей вершины Грузии. Нам удалось это сделать, Дима первый слепой человек, которым удалось подняться на эту высочайшую гору. И жестко. Да, Дим. Очень жестко. Я не ожидал, чтобы это так сделал. Эльбрус и Эк-тру, это нервно курят, прям, они уже там блоками выкуривают. Это тут, тут просто трэш. Сложно было? Очень. Да тут вот эти, сколько, 3-4, 4 дня с тяжеленными рюкзаками по камням, по сыпухам. Это, это ад был просто. Это была жесть. Ну и сейчас что-то перед, это, перед вершиной что-то тоже поднакрыло. Прям уставать сильно резко начал. Атака, опять замечательно. Чуть не мыхает, следующая гора. Да. Симули друсы. Симули друсы. А летом был, да? Летний был, да. В тандеме поднимались. А потом пик Ленина. Главный момент не покрасный. Или на 7000 хочешь, серьезно? Да. Вы сами видели в кадрах, да, то есть что приходилось проходить, и горные реки, и ледники, и большие крутые контрафорсы. Но, тем не менее, Дима справился. Я очень этому рад. И на этом, скажем так, на этой вершине завершилась еще одна глава данного проекта. И, наверное, надеюсь, будущей книги. И уже после Казбека нам предстояло пройти новое испытание, о котором я сейчас немножко расскажу. Взойдя на Казбек, напомню, что моя цель, роль в проекте подготовить Диму к восхождению на Эверест. Это его одна из целей в жизни. И после Казбека необходимо было уже уходить на высоту. Давать Диме высотный опыт. И, конечно же, мы стали рассматривать вершину пика Ленина. Высота 7134 метра. Это восхождение, ну, очень большое, было сложным. И там было все очень непросто. Я, возможно, сниму об этом восхождении еще один выпуск, финальный. Почему финальный? Потому что на пике Ленина ну, все пошло не по плану. Дима падал в трещину. Мы попали в лавину. В абсолютно непредсказуемую большую лавину на пике Ленина. И там произошла ситуация, которая, во-первых, дала мне лучше понять главного героя проекта, понять Диму, погрузиться максимально в его внутренний мир. И с точки зрения такого духовного аспекта это восхождение нам далось очень тяжело. Не буду раскрывать все подробности. Вот. Планирую позвонить Диме перед тем, как я запишу следующий выпуск. И вообще, буду ли я его записывать. Хочу у него спросить разрешение. потому что, ну, там конкретно Дима попал в жесткую, в очень суровую трансформацию личностную. И я должен узнать, да, могу ли я об этом рассказать. Многие могут спросить, зачем слепой человек идет в горы. Да. Он же ничего не видит. Зачем он заходит на вершины? То есть он заходит на вершины, по сути, в темноте. Для чего? И действительно, ну, лично для меня такой вопрос вызывает удивление, но многие люди об этом спрашивают. Я бы хотел бы это проговорить. Почему-то, задавая этот вопрос, люди думают, что слепой человек тотально незрячий, что у него нет эмоций, что его жизнь какая-то более серая. Но это не так. То есть человек даже лишенный зрения в любом путешествии, испытывает даже, наверное, не то, чтобы такие же эмоции, как все люди, да, кто видит, он испытывает эмоции еще более ярко, у него больше переживаний, больше впечатлений, да, он по-другому ощущает немножко мир, но он испытывает все те же положительные эмоции, как и любой другой человек. И что делать? И что делать человеку, который неожиданно потерял зрение? Вот Дима попал напомню, в автокатастрофу, да, и у него было еще и воспаление глаз, то есть два фактора совместилось. Ему было уже больше 20 лет, то есть он в самый пик своего возрастления, да, его жизнь полностью изменилась, он оказался в четырех стенах, от него, как вы уже знаете, видели в предыдущем выпуске, от него отказались практически все друзья. и конечно же в такой сложной жизненной ситуации должен быть какой-то стимул. Я вижу, как этот проект вдохновляет Диму. После каждой экспедиции он мне может не звонить там месяц, да, но пройдет там полтора-два месяца, Дима опять звонит и говорит, Иоанн, куда поедем вновь? Дима об этом рассказывает, он когда приходит с гор, он, как и любой человек говорит, я никогда в жизни больше не пойду, да, ну, потому что, ну, как бы тяжело в моменте, куда человек возвращается с путешествия, со сложного путешествия, вот, конечно же, проходит время, человек начинает в большей степени осознавать значимость того или иного мероприятия, да, особенно если там были трудности, и это путешествие тянет его обратно. Очень, ну, редко я встречаю людей, которые не возвращаются опять на маршруты, да, потому что это альпинизм, горы, даже просто какой-то трекинг, ну, это не может не вдохновлять. Вы можете любить горы, не любить, то есть путешествовать или не путешествовать, но это факт, да, любое изменение своего, скажем, окружения, любой локации, это новые мысли всегда, это новые смыслы, особенно в таком сложном проекте. Один человек меня спросил, сказал, Иоанн, зачем ты этим занимаешься, зачем ты делаешь проекты, помимо всего, и проекты с людьми с инвалидностью. Я этим занимаюсь с 18 лет, меня очень вдохновляют такие люди, и я нахожу для себя какой-то смысл определенный, свою такую социальную роль на данном этапе жизни. и вот, если честно, я для себя не нашел еще конечного ответа, для чего, но я знаю, что после каждого, каждой экспедиции такой, да, после каждой экспедиции с Димой и с другими героями, о которых я расскажу позже, я тоже возвращаюсь к другим. Можно подумать, что данное путешествие, я так думал, оно в первую очередь только для данных людей, только эти люди, герои проекта, они получают максимальное количество инсайтов. Но я потом заметил, что мы этими проектами создаем некий эффект Фореста. Наверняка многие видели фильм Форест Гамб, когда человек бежит, вопреки всему, и за ним бегут люди. Это эффект Фореста, в моем понимании, это действие небольшой группы людей, действие которое создает положительный резонанс сознания людей. Я вижу, как через наши медиапродукты, через средства массовой информации, через документальные фильмы, люди пишут, пишут зрители, которые как бы не были участниками непосредственно экспедиции, но каждый находит что-то свое. И, конечно же, смотря на Диму, сложно жаловаться. Такая вроде банальность, но действительно, для меня тоже является мотивацией. Часто в сложенные моменты жизни я вспоминаю ситуацию из экспедиции. Передо мной образы Димы, образы Рустама. В дальнейших выпусках я расскажу о проекте с Рустамом Набиевым, где мы сделали невозможное. За два года Рустам это герой, у него нету ног. Стал первым человеком в мире, который взошел на Эльбрус. Потом, после Эльбруса, я помог Рустаму реализовать экспедицию на Монослу в Непале. И мы сделали невозможное в мире спортивного альпинизма. Рустам взошел на одних руках на вершину Монослу. Высота 8 160 с лишним метров. Знаете, вот даже рассказывая об этих проектах спустя довольно многое время, даже рассказывая, я не могу удержать эмоций. Знаете, а как иначе? Как иначе вырваться из повседневности? Как максимально наполнить смыслом свою жизнь? Только через такие проекты. Через необычные сложные проекты, после которых ты уже не вернешься другим. Как я говорю всегда, мы уходим в любую экспедицию, в любое сложное восхождение для того, чтобы вернуться, для того, чтобы вернуться другим. Вернуться кому? Вернуться к близким, к тем людям, которые тебе дороги. Вернуться другим, вернуться сильнее, вернуться более осознанным. Уважаемые зрители, если вам понравился этот выпуск, и вы посмотрели не только эту вторую часть проекта «Слепой альпинист» и первую, то обязательно оставляйте комментарии, это поможет в продвижении проекта, в продвижении в целом данного канала. Впереди еще очень много историй, историй из моих экспедиций, из моих проектов, которые, на мой взгляд, могу ошибаться, но лично для меня являются очень мотивационными, ну, как бы и важными. надеюсь, надеюсь, чем-то этот выпуск вас немножко замотивировал, дал такой позитивной, полезной пище для реализации своих планов. Будем на связи, оставляйте комментарии, каждый комментарий очень важен, будем на связи. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!